яхтинга как отдыха для души в гостях у меня настоящий капитан олег карпеев основатель яхтенного агентства карпеев и сыновья не часто на суше удается увидеть настоящего капитана и программа мне кажется сегодня будет очень романтическая в то же время познавательная потому что для многих людей яхтинг это наверное что-то далекое мы поэтому сегодня еще развенчаем некоторые мифы яхтинге о том как он проходит и вообще познаем непознанное изведаем неизведанное как моряки говорят олег здравствуйте спасибо что пришли здравствуйте ряд милла тогда я предлагаю начать сначала наверное любовь к морю не рождается просто так и капитанами просто так не становятся вообще в море не идут наверно просто так поэтому олег расскажите пожалуйста как началась ваша любовь к морю очень давно это было очень давно любовь к морю началась с десяти лет когда мне было 10 лет я начал заниматься парусным спортом вот мне очень повезло у меня был замечательный детский тренер тюша владимир викторович и значит я начал заниматься в 10 лет парусным спортом буквально спустя то есть парус вошел в мою жизнь вот в десятилетнем возрасте как появилась любовь к морю буквально где-то через два года как мы начали заниматься парусным спортом это в городе омск это в сибири мы начали выезжать на черное море на соревнования и вот видимо там зародилась эта любовь уже к морю которая не проходит по сей день видимо те люди которые живут в вдали от моря они очень сильно хотят его увидеть и любят его как-то по-своему и когда его увидел вот у меня зародилась эта любовь непроходящая которая длится по сей день у нас есть фотографии да мы попросим наших редакторов включить фотографии про то как же все начиналось да вот можно открыть фотографию и собственно как происходит начало карьеры вот вот так происходит начало карьеры то есть дети начинают заниматься парусным спортом на небольших яхтах вот проходит время они завоевывают на регионально на региональном уровне определенные места как правило это призовые и дальше уже вот на следующем снимке мы можем увидеть как команда детей занявших определенные места на всероссийских соревнованиях уже значит показывают что они уже с медалями с грамотами и готовы так сказать продолжать дальнейшую борьбу в парусном спорте тогда вот эта борьба для детей это как соревнования как ну расскажите ваши эмоции когда первый раз в этом участвовали потому что да мне не складывается пока картинка омск сибирь россия суша так сказать не море и вы как ребенок который участвовали в этих соревнованиях в регатах первые мои соревнования на российском уровне на всероссийской всероссийской регате это было кубок черноморского флота в далекие-далекие годы я ездил еще матросом на яхте класса кадет вот это было осенью было очень холодно не знаю что мне понравилось там но видимо вот дух соревнований так глубоко мне запал в и в скажем так в меня что вот оттуда и началась вот это вот любовь к морю плюс мы вот не живя в омске мы не видели моря и когда приезжаешь до составе команды с тренером в школьные годы это было просто неописуемо вот оттуда все началось и так сказать зародилась тогда у нас есть фотографии наград мы можем посмотреть как же они выглядят да вот сейчас на экране когда дети вырастают они начинают заниматься будучи взрослыми уже тоже продолжать заниматься парусным спортом любительскими регатами и начинают завоевать более серьезные награды которые мы сейчас видим вот это награды с любительской регаты катамаранс кап мы на нее ездим уже пятый раз подряд она была восьмая всего ему уже пять раз каждый год мы участвуем в этой регате и уже в прошлом году и в позапрошлом году у нас были призовые места экипажи наши экипажи заняли третье место в общем зачете в этой регате это довольно таки хороший результат прекрасно на самом деле целый мир из вашего рассказа я понимаю что это целый мир с участием соревнованиях в регатах с наградами очень интересно а какие моря и страны были изведаны за это время ну вот сейчас уже прошло довольно таки долго как раз вот 17 апреля было ровно 10 лет как я занимаюсь профессионально техниным туризмом получив в 2008 году в греции профессиональную лицензию шкипера и вот за эти 10 лет но все основные туристические места яхтяные безопасные они были изучены это карибский бассейн канары все среди вся земка то есть там и континентальная испания и балиарские острова франция италия островная острова это сардиния корсика хорватия черногория наша любимая греция и турция плюс ко всему не остались стороне и австралия таиланд и конечно же вот в этом году были изведаны очень неплохо сейшелы мы хорошо подготовились у нас как всегда есть фотографии поэтому попросим включить фотографии как же выглядят так сказать наглядно яхтинг сегодня сейчас нам их загрузят что мы видим мы видим как выглядят сейшелы со стороны яхтинга вот замечательные острова замечательная панорама чем отличается собственно путешествие на яхтах мы каждый день видим что-то новое это новый пляж это новый залив это новый остров это новые национальные парки новые места для снорклинга то есть на сейшелах это и черепахи и морские и сухопутные и барракуды и очень разнообразный подводный мир плюс береговые пейзажи тоже очень красивые каждый день мы находимся в каком-то новом месте очень активный отдых который позволяет увидеть очень и очень многое тогда расскажите более подробно что же такое яхте на отдых сегодня мы тогда продолжим смотреть фотографии с моря радовать глаз наших зрителей яхтинг сегодня это как правило недельный чартер то есть мы берем яхты в аренду на неделю больше для неподготовленных людей они начинают уставать от такого обилия информации такого обилия чистого воздуха и морской воды чистой вокруг мы заранее договариваемся с экипажем куда мы летим выбираем регион например это куба мы я бронируем по заданию экипажа катамаран который подходит экипажу определенного уровня классности это то есть комфорт экипаж сам может задать то есть да зависимости от своего бюджета экипаж выбирает побольше катамаран поменьше скота с кондиционером без кондиционера там три холодильника четыре каюты в каждой каюте допустим гальюн вот то есть и зависимости от бюджет от согласованного бюджета я бронирую катамаран после чего мы прилетаем в гавану например если это куба переезжаем с инфу егз в марину где стоят яхты загружаемся на яхту заселяемся закупаем продукты и начинаем движение например если это куба в сторону архипелага кайларга где соответственно у нас и вода чистая и кораллы и вараны например на кубе это очень много 10 целый остров с варанами они большие но правда уже ручные вот так происходит яхтенный отдых то есть бронь катамарана активный экипаж капитан и желание получить удовольствие вот от смены от ежедневной смены картинки за бортом твоей яхты но экипаж получается может внести свои пожелания что они хотят посмотреть но если например там про что-то много раз слышали и вот хочется увидеть своими глазами да то есть маршрут составляется вместе или дальше капитан сам разрабатывать экипаж экипаж выбирает только регион где он хочет побывать со слов как правило как узнают о регионах капитан рассказывает своим друзьям где они бы где мы были что понравилось что не понравилось и те ребята которые не были допустим на сэшелах они говорят мы хотим на сэшелы дальше вопрос когда утверждаем даты после чего происходит бронь катамарана и мы так с отлетим на сэшелы прекрасно все так просто а насколько яхтенный отдых сегодня вообще популярен потому что я вот готовясь к нашей программе опросила нескольких своих знакомых и у них например возникло больше ощущения что яхтинг это где-то далеко там для богатых но вот это вот все такое отдаленный ну если лететь то обычно это на сушу в отеле так далее на самом деле насколько яхтинг популярен вот в в массе активных путешественников яхтинг занимает довольно таки большой большую часть их времени потому что многие люди уже проехали многие ребята проехали пляжный отдых услышав о том что можно оказывается отдыхать не лежа на пляже то есть они активно этому способствует вернее они этим как бы загораются а мы этому способствуем говоря о том что все это доступно прежде всего с той точки зрения что мы выбираем маршрут движения мы избегаем каких-то опасностей мы избегаем ураганных и штормовых сезонов правильно подбираем собственно маршрут из-за этого яхтинг получается безопасным активным так сказать и все больше и больше людей этим увлекаются то есть достаточно приехать одному экипажу кругу своих друзей рассказать как классно не отдохнули и дальше уже нет проблем с новыми экипажами из этой компании например сейчас я уже получил задание бронировать новогодний яхтинг на сейшелах от наших друзей из прибалтики и собственно до нового года уже каждый месяц у меня расписан довольно таки очень серьезную популярность набирает вот яхтинг сейчас ну и плюс для друзей же мы ставим довольно таки разумные цены и все те скидки которые у меня получаются из-за десятилетнего хождения по морю и общения с чартерными компаниями эти скидки все приводятся на моих друзей и для них получается яхтинг стоит разумные деньги срочно добавились все в фейсбуке капитану начинаем с ним активно дружить ну а на самом деле вот хорошо пока никто не дружит в фейсбуке из наших зрителей и слушателей на самом деле насколько дорогой отдых на самом деле начиная от пятидесяти тысяч за неделю в рублях вы уже можете планировать свой яхтенный отдых в течение недели в том или ином регионе скажем так от 500 евро до 1000 евро здесь все зависит только от класса яхт и количество людей находящихся на борту как правило это 8 человек и здесь если это яхта то это укладывается допустим в 500 тире 600 евро если это катамаран то здесь цены начинаются там от 700 до 1000 евро как правило мы берем достаточно большие катамараны уже сейчас это лагун 450 он очень комфортабельный он очень подходит для недельного яхтинга он менее подходит для длительных переходов он не такой скоростной но он очень комфортный а также есть еще масса моделей катамаранов которые могут скажем так быть удобны любому любому пожеланию здесь и катамаран с кондиционером здесь и гальюн в каждой каюте и полностью оборудованный камбус и три холодильника все что угодно и да все шикарные условия плюс сетка на носу катамарана где можно во время движения лежать и смотреть как под тобой плечи со моря прекрасное развлечение еще чем отличается катамаран от яхты катамаран это как две яхты вместе это очень большое обитаемое пространство катамаран если это лагун 450 это три уровня нахождения трехэтажный он внизу каюта находится второй этаж это очень большая кают компания с находясь это как бы внутреннее пространство и снаружи большое место и третий этаж это на флайбридже место капитана с большим диваном где сидит помещается весь экипаж во время движения яхты всех обдувает ветер все смотрят на паруса и да самые активные еще и учатся причем управлению и яхтой и так сказать настройки парусов и всему большому хозяйству большого катамарана прекрасно а вообще экипажа нужно иметь какую-то физическую подготовку что-то знать чтобы пойти на такое вот приключения скажем так если это первый раз для человека все равно это новые эмоции то есть нужно ли как-то особенно готовиться во время формирования нашего экипажа любого экипажа то есть каждый человек получает инструкции от капитана наш туристический яхтинг недельный он как правило проходит в в теплые периоды в жаркие либо в жарких странах это таиландцы эшелы карибы канары если это средиземка то это все равно лето и мы все время находимся в тепле поэтому первое что я прошу экипаж это позабыться о солнечной активности потому что если в начале отдыха сгорели вам весь остальный отдых покажется не очень комфортным второе это обязательно нужны нужна яхтенная обувь красивые женские или мужские макосины с белой подошвой плюс если вы будете держать в руках перчатки и находиться в красивой яхтенной пола вас все окружающие узнают их смена это уже новая так сказать каста людей и и многие стремятся в нее попасть то есть как я сказал там защита от солнца это элементарная защита ног рук и да и обязательно если вы еще не умеете плавать вам нужно научиться плавать если вы не умеете плавать вы не увидите 50 процентов во всей красоты которая вас ожидает под водой на воде на пляжах обязательно нужно научиться плавать моей практике был один интересный случай я познакомился с индусом настоящим его зовут винда он живет в мумбаи так получилось что в одной находясь в одной общественной организации он приехал к нам мы с ним познакомились он увидел у меня в кабинете медали грамоты кубки и в это очень заинтересовало а я ему рассказал о яхтинге и буквально через три месяца он ко мне присоединился уже в таиланде в первое свое путешествие так вот 50 52 года он не умел плавать я его научил плавать он вот сейчас уже был со мной и на кубе и в испании и он постоянно меня благодарит за то что я его научил плавать даже когда ему было 52 года ему кто-то из гордона наговорил что его гороскоп говорит о том что он будет иметь проблемы с водой так вот мы успешно развенчали индийский гороскоп и он сейчас замечательно плавает и увидел все прелести таиланда кубы и вообще то есть чистейшей воды вот допустим на ибице на майорке он был с нами в испании то есть плавать нужно уметь если вы не умеете платим вас научим было бы у вас желание прекрасно в общем можно прямо с нуля с нуля начинать и как правило с нуля с нуля начинают жены наших активных мужчин которых и которым который хочешь не хочешь но присоединяется к этому отдыху потому что муж уже загорелся вот жене захотелось попробуйте она ничего не умеет вот здесь возникает вопрос о допустим об укачивании как этого момента избежать вот допустим тем кто боится что его укачивает нужно от этого неприятного момента просто отвлечься если у меня в экипаже есть такой человек я ему рассказываю о парусах работе двигателя об управлении штурвалом при этом мы смотрим на горизонт в перерывах мы вяжем узлы мозг человека отвлекается от этого неприятного момента но если уж совсем все плохо но тогда дарамина и немножко поспать то есть на самом деле все это легко переживается это легко переживается было бы желание это пережить как правило на второй день при хорошей сопределяемости организма на второй день уже никакой качки ты не чувствуешь прекрасно а есть еще такой миф по поводу акул что многие люди боятся акул потому что все-таки купание происходит и в открытой воде в том числе на несколько метров под тобой нет рыбки вокруг есть как быть с этим как вот абстрагироваться от акул можно здесь нужно понимать я собственно как кто мы в этой пищевой цепочки то есть как правило мы находимся в тех местах которые безопасны с этой точки зрения для яхтиного туризма то есть эта безопасность со стороны с точки зрения метеорологии ураганы шторма и так далее мы не ходим туда где они есть в этот период времени ну и соответственно в прибрежной зоне никаких акул нету если вас яхтинг зацепил и вы пошли на острова кука там или там еще куда-то в тихий океан где они есть тогда пожалуйста просто будьте внимательны но там где ходим мы акул нет есть прекрасный подводный мир акул нет максимум на канарах это киты которые доставляют больше удовольствия от созерцания чем какой-либо опасности поэтому когда вы станете профессионалом будете изведывать не туристические районы там пожалуйста смотрите но там обычно уже советуют купаться группами и так далее так далее потому что акула все-таки техника безопасности уже там уже научат в наших регионах где мы занимаемся яхтином туризмом их нет а там где они есть там уже нужно быть более-менее профессионально подготовленным понятно а по поводу детей вот вы говорите о том что семьями уже присоединяются что делать с детьми можно ли их брать на яхту если у вас есть возможность детей обязательно нужно брать на яхту и позволять им так сказать получать от этого удовольствия тоже с 6 7 лет я рекомендую уже начинать брать детей вот сейчас мы поедем на пальма до майорка ибица фарментера кабрера у нас там замечательный маршрут туда прям два экипажа едут с детьми и те прекрасно себя чувствовать 6-7 лет это достаточно безопасно но когда полностью безопасно и но мой например начал ездить младший карпиев младший начал ездить с четырех лет вот он было там почти четыре года он уже поехал на ибицу четыре года он уже тусил на ибице потому что у него не было другого выхода папа работал на ибице все лето соответственно и он там вот уже с трех лет он начинал держаться за леера ходить по яхте примерять спасательный жилет ну и купаться в чистой воде там прекрасные пляжи на фарментере это просто праздник мелко чисто красиво то есть невозможно ребенка вытащить из воды а когда их двое трое на яхте но это это детский сад вот этот он очень доставляет удовольствие еще и взрослым в том плане что они играют между собой капитан за ними присматривает ну а родители идут тусоваться в на в клубы и так далее вот у нас такой например график заведен прекрасно капитан еще и как как нянька выступает прекрасно очень удобно потому что мне кажется но так думаю яхтином отдыхе наверное думаю что дети могут исключать но оказывается с таким капитаном они точно не заскучают наоборот глядишь к моменту окончания отдыха уже узлы вяжут все ну вот мне просто у меня и старший сын вырос со мной на яхте сейчас он уже заканчивает в санкт-петербурге морской академии имени макарова и буквально следующий год он уже выпустится третьим помощником капитана но и младший подрос уже ему семь лет будет в июне и у него тоже собственно вот такая такая перспектива есть возможность я умею обращаться с детьми мне это нравится соответственно когда ребята про спрашивают брать ли с собой детей я настоятельно рекомендую брать детей прекрасно а как вообще проходит обычный отдых на яхте ну вот один день потому что ну как на суше проходит мы знаем вот яхтинг это все-таки ограниченное пространство как происходит я расскажу вот на примере последнего путешествия на сейшелы подъем в 6 утра потому что отбой в 10 рано солнце ложится заходит солнце вот подъем 6 утра это рассвет но просто прекраснейшее время дня дальше мы стоим на якоре возле как правило прекрасного пляжа вместо умывальника все прыгают за борт прекрасная разминка мы плывем 100 метров до пляжа дальше у нас происходит замечательно коллективная зарядка на пляже кто у кого пробежка вот представляете никого на пляже нет только мы чистейшая вода прекрасное настроение экипажа и все это начинается прям с раннего утра уникальный шанс найти пустынный пляж да вот на сейшелах нам просто повезло там такие замечательные места теперь сейшелы встали в ежегодные мое расписание мы каждый год будем там обязательно находиться по несколько месяцев наверное думаю вот после вот такой зарядки завтрак на яхте полностью оборудованная полностью оборудованный камбус начиная от вилки и ножикой заканчивая фужером есть все нет проблем приготовить завтрак нет никакой у нас очередности кто бы обязательно готовил как правило как правило все настолько дружны на яхте что нет проблемы приготовить завтрак для экипажа там и как правило все вся проходящий мимо камбуса начинает утро с разговоров о том что доброе утро чем я могу вам помочь когда вот такая дружественная атмосфера нет проблем ни с помывкой посуды не с приготовлением завтрака обеда и так далее мы отзавтракали дальше мы идем либо в соседнюю бухту либо на экскурсию в этот же город или в этот же допустим на эту гору где мы стоим после чего входе когда сходит солнце становится жарко а мы делаем какой-то двух трех часовой переход на новое место потому что становится жарко после чего мы уже оказываемся на новом месте отдыхаем после перехода купания рыбалка купания там как правило новые впечатления у кого-то с йогой возникает там дыхательные практики все это все этими вещами делятся друг с другом вот и все готовы воспринимать это пошли же люди разные все приезжают со своими интересными я бы их так назвал тараканами вот и так сказать вот этому всему экипажу становится интересно общаться друг с другим друг с другом как правило люди приезжают уже состоявшееся интеллектуально развитые грамотные с ними приятно общаться Вот в моей все-таки практике таких людей было большинство на яхте Ну то есть еще получается такой круг по интересам очень хороший Безусловно Ну а вечер, если это средиземка, то это конечно ужин в шикарном ресторане Либо в обычной таверне, но с неким налетом местной кухни Капитан знает хорошие рыбные места в данном случае Да, я знаю клевые места, как поется в одной песне Дальше у нас происходит отбой Если это в Марине, мы стоим, Марина это стоянка для яхт Если это в Марине, то у нас стоим на идеально ровной воде Если это в бухте, приятное покачивание только улучшает сон Быстро укачивает экипаж в сон Быстро, да, так прикачивает и замечательно становится Если это жаркие страны, то как правило после отбоя мы все встречаемся на улице Потому что даже кондиционер, ну спать в каюте, находясь на Сейшелах Это как-то не очень Значительно лучше спиться на воздухе, когда над тобой звезды Приятное покачивание и шум моря, это просто незабываемо Олег, а я знаю, что вы еще проводите регаты Расскажите, пожалуйста, про них и что там нужно, все ли могут участвовать Ну, тоже когда по прошествии 10 лет сложился определенный круг людей, интересующихся яхтингом Я не могу назвать этих людей клиентами После недели в море все ребята переходят в разряд друзей Вот все друзья, которые были накоплены за вот это время, долгое время Периодически обращаются ко мне с вопросом Они провести ли нам между собойчик И поэтому мы устраиваем либо флотилию свою Либо регату с элементами спорта Либо участвуем в уже готовых регатах Которые проводят там, допустим, наши партнеры Любой вид отдыха в компании Это очень красиво Например, на регате Катамаранскап Собираются люди из 30 стран мира Там до 300 человек Очень хорошие ивенты каждый вечер Награждения Шикарные банкеты, открытия, закрытия Ну и вот эта вот всеобщая яхтенная тусовка Она запоминается на весь год А цель регаты получается Вот если каждый день какое-то награждение Это прибыть первым в какую-то точку Или что люди делают? Все правильно Да То есть это соревновательный элемент У нас общий старт И задача экипажа прийти первым на финиш То есть это реальные соревнования Со своими правилами С большим количеством лодок Например, на старте собираются 30 больших катамаранов Это же и адреналин, и гонки И удовольствие, и азарт Поэтому люди раз за разом приезжают снова-снова на вот такие мероприятия Вот, например, сейчас мы устраиваем Вот сейчас я поеду буквально завтра Буквально сегодня вечером я улетаю в Афины У нас там две подряд регаты Первая регата это Эллада Мы на ней тоже постоянно принимаем участие Наши греческие партнеры ее устраивают А вот вторая регата мы ее устраиваем уже сами Тоже с нашими греческими друзьями То есть те ребята, которые выпустились у меня В течение 10 лет Обучились яхтингу Мы их приглашаем Они уже молодые шкипера Они стоят за штурвал Набирают свои экипажи И мы устраиваем вот такое соревнование Нашего клуба Очень классно А обучение должно быть только для шкипера Или для экипажа тоже Они что-то должны знать, уметь там Ну, как правило, в экипаже есть один профессиональный шкипер Например, если речь обо мне Допустим, я как профессиональный шкипер Я веду за собой и яхту, и весь экипаж Как правило, в экипаже находятся 2-3-4 человека Активных мужчин или девушки Которые говорят на берегу, что Олег, мы очень сильно хотим научиться Спустя этой неделе определенным яхтинным навыкам Если они готовы научиться Я с удовольствием даю эти первоначальные навыки Если они их зацепили, эти навыки Понравился ребятам яхтинг Они дальше идут обучаться на шкиперскую лицензию Изучают теоретический материал Видеоматериалы, которые я даю И в конце И после чего мы Также принимаем у них практический экзамен И выдаем лицензию Вот сейчас по системе EIT International Yacht Training Выдаем лицензии первого уровня Борибоджкипер Которые эти лицензии дают ребятам право Брать яхты в аренду И дальше уже совершенствоваться На самом деле сейчас очень много школ Которые выдают эти лицензии Кто-то у всех свой подход Он стандартизирован Но у всех школ свой подход Я например даю Основные моменты В яхтинге Которые позволяют человеку Безопасно управлять яхтой И я на этом настаиваю Все остальное человек доберет В процессе самостоятельного обучения И дальнейших тренировок Ведь это как с английским языком Если сразу человеку дать Очень большой объем информации Он ни одного слова не выучит Здесь очень важно дать человеку Возможность поэтапно Получить все знания В течение недели каждый день Мы уделяем какому-то моменту Швартовка Человек за бортом Постановка парусов Работа со штурвалом И так далее Главное не перегрузить человека информацией Если я вижу что какие-то моменты Человек не усвоил Мы их обязательно доводим до конца Уже в процессе вопрос-ответ Интерактивно через интернет И человек уже приходит ко мне В следующий раз во флотилию Рядом со мной идет на яхте Я иду впереди Два-три курсанта идут уже Со своими экипажами рядом И мы Как бы я у них принимаю Вот таким образом Контрольную работу Дипломную работу То есть мы никогда не отпускаем Своих учеников Просто в море Выдали лицензию И просто они пошли в море Всегда происходит еще следующее В учебно-тренировочная флотилия После чего человек облетает Уверенность в себе И в следующий раз он уже готов выйти в море Серьезным шкипером Капитаном Шикарно И получается такая хорошая поддержка Если что Всегда можно там Как-то по рации Да, наверное Связаться с капитаном Задать вопрос Если вдруг что-то Да, именно Вот в этом-то вся и суть В любой момент Ты можешь запросить Капитана вопрос У руководителя флотилии Получить на него квалифицированный ответ И человек как бы Легко переступает Вот этот вот порог Самостоятельного выхода в море Первого самостоятельного выхода в море И дальше у него уже получается все Как по маслу Прекрасно А если человек Вот еще один миф такой Если человек считает Что Условно говоря Он бесполезный Ну то есть он ничего не знает Ничего не умеет Не сильно отличается физической подготовкой Но хочет Желание главное Ну и там допустим Еще добавим Что возраст Такой Есть ли какие-то ограничения И как ему участвовать Сможет ли он участвовать в регате Или лучше все-таки Обычный какой-то Спокойный отдых выбирать И так далее Ну здесь Если есть у человека Мы всегда спрашиваем Когда дело доходит До формирования экипажа Я запрашиваю данные Человека Паспортные данные Если это человек в возрасте Тогда уже с ним Происходит индивидуальная беседа Потому что мы все-таки Занимаемся достаточно Активным отдыхом У нас бывает И ветер усиливается Волнение появляется Чтобы для человека Не стало это критичным Происходит Посредством предварительного вопроса Выяснение Есть ли какие-то ограничения По здоровью И я всячески рекомендую Усвоить Что мы занимаемся Активным отдыхом Если у вас есть Серьезные ограничения По здоровью Ну тогда Лучше посмотреть со стороны Или по крайней мере Найти себе В экипаже Так сказать Спокойную Работу Кока На камбузе Таким образом Приобщиться К яхтингу Хотя бы с этой стороны Да Вовремя приготовленный обед Тоже очень важно Война войной Соревнования С соревнованиями Обед по расписанию Обед по расписанию Определенный момент И он уже выходит Как мы это называем После первой недели Вот такого активной Активной практики Компетент крю То есть он уже Становится Серьезным членом Экипажа И полезным Полезным членом Экипажа Было бы желание Прекрасный способ Подготовки Олег У нас осталось Три минуты До конца эфира Время как всегда Быстро Быстро Пролежало время Пролетает незаметно Поэтому хочу попросить Есть ли какой-то график Ближайших мероприятий Куда можно с вами Отправиться Каждый месяц У нас проходит мероприятие Либо то Которое устраиваем мы Это флотилия Либо недельный чартер Для друзей Либо это Любительские соревнования Регаты Все начинается Уже буквально С июня Вот сейчас мы летим У нас две подряд Регаты Мест к сожалению Нет уже В июне Мы делаем Последняя неделя Июня Будет учебно-тренировочная Флотилия в Хорватии Извините Цены тоже Полно демократичные Там вот 550 евро всего То есть 50 тысяч И вы уже Практически их смен Плюс перелет Значит Последняя неделя Июня Это Хорватия Последняя неделя Июля Это два места Осталось Пальма Де Майорка Ибица Форментера Кабрера Шикарный маршрут На катамаране На Утитыч 40 Оупен Там тоже место То есть каюта стоит Буквально там 110 тысяч рублей Одно место 55 тысяч рублей Очень доступны Цены Потому что мы заранее И очень давно Бронировали этот Катамаран Дальше Июль Август У нас Август мы снова Планируем Хорватию Пока вот Август у нас Пока он Свободный месяц Сентябрь Это у нас Сардиния Корсика Конец сентября И конец октября Это у нас Регата Наша любимая Катамаранскап В Греции На которую мы Также приглашаем людей Каждый месяц У нас для вас Готово предложение Прекрасно Где посмотреть Корпиев.клуб Отлично Тогда будем Смотреть Отслеживать И в завершении Программы Мы подготовили Еще одну Такую Интересную Картинку По поводу Как же выглядит Рабочее место Капитана Давайте Ее попросим Замечательная Картинка Она очень нравится Моей супруге И как раз И ребенок Находится в том Возрасте Когда она Где папа Папа вот работает А где работает Вот это его Рабочий кабинет Вон там Пару соединится Это у нас Папа там работает Замечательная Картинка Которая как раз Характеризует Ну и доступность Яхтинга И то что Это все таки Нам посильно Да Спасибо большое За интересную программу На самом деле После нее Становится понятно Что яхтинг Это и посильно В плане Физической подготовки И посильно В плане Материальной подготовки Потому что Мы привыкли К шутке Что кризис Наступил Яхты Подешевели Что это Где-то Очень отдаленно Для богатых Там Лакшери Лакшери А на самом деле Все это просто И главное Желание Добро пожаловать В экипаж Всему научим Подскажем И у вас будет Новое направление В вашей жизни Может быть Новое хобби Да Благодарю За интересную программу Это была программа С интересами Об интересном Я ее ведущая Людмила Швайбович А в гостях У меня был капитан Олег Карпеев Мы говорили про яхтинг До новых встреч До свидания Редактор субтитров А.Семкин